Что делали сегодня на работе? Наверняка родители часто слышат такой вопрос от своего ребенка. Рассказать одно, а вот показать – это совершенно другие впечатления и эмоции. Экскурсии на Щелковское телевидение для юных жителей округа уже стали традицией. На этот раз в эфирном комплексе телерадиокомпании побывали дети сотрудников. Здравствуйте, мы еще в Щелковское телевидение. Я Леонид Андреевна. Познакомлю вас с новостями. Ребята с интересом наблюдали за увлекательным процессом создания телерепортажей, видеороликов и фильмов. С удовольствием отвечали на вопросы. Когда монтажер собирает репортаж? Это происходит по каким-то правилам? Или просто так? Правилам. Инженерный монтажер не только должен монтировать, он может еще освоить другие программы. Начиная от фотошопа, авторэффекта, 3D-моделирования. Оказаться по ту сторону экрана, увидеть воочию, как работники телевидения поэтапно создают контент для своего зрителя. Здесь у каждого своя роль. Важен каждый сотрудник. Ведущий, корреспондент, телеоператор, инженеры видеомонтажа и эфира. А чтобы сигнал вовремя и без помех дошел до абонента, за этот процесс также отвечают настоящие профессионалы своего дела. Все это уже называется оптоволоконным кабелем. Вот, опять-таки, сварилось. При сваривании требуется, чтобы там и угол обрезки этого кабеля был, и зачищаем спиртом и нетканым тампоном от пыли, и только после этого свариваем. То есть само сваривание занимает секунды, подготовка тоже. Экскурсанты смогли убедиться, что картинка на экране – результат общей работы целой команды. С новыми знаниями и яркими впечатлениями для ребят начались летние каникулы. Мне очень понравилось то, как работает видеомонтажер, и то, как происходят все действия именно в студии. Я сама в будущем хотела бы заниматься чем-то похожим, потому что мне это интересно. Мне очень понравилось. Очень понравилась экскурсия. Мне больше всего понравилось место, где снимают само телевидение и записывают все. И удивительно то, что Щелковское телевидение побывало во многих местах на Земле. Живой интерес в глазах ребят говорит сам за себя. Возможно, кто-то из них решит пойти и по стопам своих родителей, или вдохновиться примером их коллег. Анна Балиет, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Спасибо. Спасибо. Спасибо.